приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня 22 декабря 2021 года этот день нового солнца которое родилось 21 декабря вчера и сегодня с его помощью можно начинать новые проекты связанные с рождением новой жизни на земле для семян растений которые как и все на земле имеет свою живую душу это тоже начало новой жизни и не обязательно их сегодня сеять важно дать им наш посыл поставить перед ними конкретную задачу жить здоровыми и выдать для нас по полной программе добротный урожай для овощей это урожай витаминных плодов для цветов красочные цветы для наполнения нашей душе красотой радостью энергией жизни по вашим просьбам мы также сегодня начинаем обновленные агрогороскопы посевов в которых будут благоприятные периоды для посева но и агрогороскопы для проклюнувшихся семян это новое это ваши просьбы и результат ваших подсказок в течение 2021 года напомним важную информацию замачивание семян это и есть время посева повторю замачивание семян это и есть время посева вы только усмотритесь в эти фото которые появились в интернете недавно это фото только одной клеточки это сложная прекрасно организованная система жизнедеятельности даже в состоянии покоя здесь кипит жизнь здесь трудятся невидимые для нашего глаза труженики над тем чтобы жизнь семени не прекращалась внутри прямо настоящего целого города со всеми коммуникационными системами и как только семя получает воду вот с этого момента запускается начинается интенсивная работа каждой клеточки при замачивании семян вы даете старт новой жизни нового растения с этого момента начинается ваш урожай естественно сегодняшнего момента возьмите в свои руки семена поговорите с ними скажите что вы ждете от них как вы их любите какой вы урожай собираетесь получить поговорите подержите их в своих руках вот с этого момента также начинается вырожай но вот с момента когда вы замачиваете семена и тоже даете еще раз утверждаете программу что вы ждете от этих семян душа семени слышит это и начинается работа главное нужна вода остается в благоприятное время уложить в почву грунт проклюнувшиеся семена в течение трех лет мы проводили испытания с семенами и с растениями и пришли к выводу что нужно обязательно уложить семя то ли это почва грунт то ли субстрат или торфяная клеточка таблеточка нужно вот это семечко проклюнувшиеся положить в них продуктивное время время плодородных знаков незамесимо от растущей или убывающей луны главное в этом моменте исключить дни гекаты это черная луна дни сожженного пути полнолуния дни перехода луны из фазы в фазу и во время луны без курса да луна без курса оказывает негативное влияние на жизненные процессы в семенах и в растениях сегодня мы начинаем первый агрогороскоп посева семян сладкого перца на январь 2022 года кто-то может сказать что это очень рано да рано для северян а для огородников теплых стран самое время для посева семян сладкого перца на рассаду именно в январе среди наших подписчиков много новичков для вас начинающие огородники есть уникальная возможность пройти курс начинающего огородника вот именно с помощью вот этих агрогороскопов проведите испытания возьмите всего-навсего только парочку семян перца возьмите сладкий перец он очень сложный долго проклевывается что произойдет когда вы замочите вот эту парочку семян сладкого перца во-первых вы получите ответ на вопрос какие семена у вас качественные или некачественные вы узнаете есть ли у этих семян всхожесть во-вторых одно-два растения начните вести самых маленьких емкостей или таблеточек вот эти растения к моменту посадки будут уже крепкой рассадой а затем дадут вам ранний урожай плодов заботьтесь о них и в третьих вы пройдете практический курс посева с момента замачивания затем с момента проклёвывания семян и укладки их в почвогрунт а затем у нас будут агрогороскопы пикировки перевалки и посадки рассады в благоприятное время помесячно и мы вам будем объяснять когда что лучше сделать это будет отличный опыт записывайте все в свои дневники это очень важно к следующему году вы уже станете настоящим огородником который трудится для получения урожая они просто становятся каждый год на грабли одни и те же и выращивать зеленую массу а урожай не получает ну что же начнем наш первый агрогороскоп а теперь сам агрогороскоп посева семян сладкого и горького перца в январе 2022 года можете и сладкий и горький перец по 2 семечки взять и посеять и так время московское мы всегда его используем потому что это очень удобно для каждого огородника который пользуется google интернетом там всегда есть возможность с помощью специальных сайтов получить точный ответ какая в это время какое в это время время вашего региона или страны и так рассмотрим этот агрогороскоп он не очень большой но очень хороший хороший период именно растущую луну будем использовать здесь у нас два благоприятных периода рыбы растущая луна 6 января с 4 часов утра и до конца суток с 7 января все 24 часа следующий период это телец растущая луна прекрасное время его можно использовать также для посева сладкого и горького перца 10 января с 18 часов начинается этот благоприятный период и до конца суток 11 января все 24 часа 12 января с 0 часов и до 21 часа мы с вами рассмотрели период для посева семян благоприятные периоды в январе а вот агрогороскоп для проклюнувшихся семян в январе здесь тоже время московское вот так можно сделать скриншот для тех кто разбирается уже в моих агрогороскопах легко будет увидеть подобрать себе вот смотрите зеленая рамочка и зеленые вот эти стрелочки это периоды когда можно проклюнувшиеся любые семена в данном случае у нас многие в декабре сеяли свои цветочные семена и могут вот уже проклюнувшиеся семена их высевать вот эти периоды для новичков я еще подготовила вот такой один агрогороскоп и сейчас его вам покажу ну вот буквально раз два три все уже пожалуйста останавливайте снимайте себе скриншот для тех кто не знаком еще с агрогороскопами я сделаю вот такую такую выписку вот тот же агрогороскоп выглядит вот словами он так я сейчас назову но у меня видите тоже стараюсь найти оптимальный вариант подачи поэтому половина будет скриншот сначала половиной снимите а потом вторую половину но сейчас мы рассмотрим весь агрогороскоп затем я буду это делать уже на следующий месяц на двух листах по половине для того чтобы вы могли или а4 чуть чуть другом виде разложу для того чтобы получилось у вас сразу же сделать одним одним файлом вот эту информацию и так в рыбах проклюнувшиеся семена любые можно будет уже положить субстрат почвогрунт таблеточку 6 января в 4 часов до конца суток 7 января с 0 часов и до 0 то есть все 24 часа далее знак овен тоже растущая луна не бойтесь вы уже посеяли семена вы уже начали процесс посева в овне можно переложить эти семена и это можно вот такой период 8 января с 9 до конца суток вот проклюнулись в это время семена что делать выбрасывать или еще какие-то действия делать они могут погибнуть поэтому вот этот период используем а далее мы с вами будут агрогороскопы на февраль или же вот в январе но в данном случае мы обкатку делаем если надо будет обязательно и пикировку делать мы делаем далее пикировку пересадки перевалки уже в другие знаки в знаке допустим тельца и получается что мы вот эту программу ее убираем потихонечку и вот программу во первых посевного знака оставляем и далее вот укрепляем эту программу вот этими знаками и так вы уже в тельце можете тоже если получится что вот видите проклюнулась хотя бы одна две семечки набухли и уже начинается движуха тогда 10 января с 18 часов до конца суток можно вот эту работу провести вложить в почвогрунт все семечки 11 января все 24 часа и 12 января с 0 часов до 21 часа следующий период именно тех кто цветами занимается смотрите близнецы это только для цветов а также для земляники и клубники семян земляники и клубники дело в том что в близнецах овощные растения мы не высеваем и стараемся вот этот переходный период не использовать поэтому если у вас цветы вдруг проклюнулись или клубника 13 января с 7 часов до конца суток укладывайте в почвогрунт 14 января все 24 часа далее у нас идет очень благоприятное время для любых семян уже дальше до конца вот этого агрогороскопа любые семена любых растений 15 января с 20 до 0 часов очень короткий период в знаке рак будет дева даже если вы допустим тот же перец посели а он у вас вот наконец-то проклюнулся в деве положите просто семечки в почвогрунт а уже в другом знаке когда они у вас выберутся из земли просто-напросто переложите их уже в отдельные стаканчики итак в деве используем вот этот момент проклюнувшихся семян 20 января с 18 часов до конца суток 21 января все 24 часа и 22 января с 0 до 21 часа следующий знак это у нас знак весы этот знак стихии воздуха напоминаю что в близнецах и в весах ни в коем случае нельзя поливать растения заранее увлажняйте землю но в других знаках можно но лучше без полива влажную почву вложили семена и еще немножечко укрыли их для того чтобы они имели вот эту силу рвануть вверх и подниматься к солнышку вот в весах можно с 23 января с 2 часов ночи до конца суток и 24 января все 24 часа следующий период в скорпионе 26 января с 5 часов утра до конца суток 27 января с 0 часов и до 9 часов 30 минут везде у меня четко время высчитано для того чтобы использовать самое благоприятное время и следующие два знака снова же это огненный знак стрелец он у вас промежуточный в землю положите если уже проклюнули семена и нужно срочно 27 января с 12 часов до 0 часов 28 января с 0 часов и до 20 часов и завершающий вот такой период в знаке в месяце января это козерог убывающая луна 29 января с 13 часов до 0 часов 30 января все 24 часа и 31 января с 0 до 11 часов утра и так это у нас первый у нас сегодня такой агрогороскоп смотрите я сейчас вот так вот буквально на мгновение здесь останавливаю и теперь захватываем также знак весы вот так мы делаем весы и до конца месяца вот такие два скриншота сделайте для того чтобы у вас были под рукой если вы не можете воспользоваться вот этим агрогороскопом на весь месяц которые я рисую вот эти зеленые клеточки с этими черточками векторами вниз в этом видео нет ничего лишнего нет мелочей наш многолетний опыт а также опыт наших коллег наших подписчиков участников социальных сетей групп социальных сетей как раз свидетельствует именно об этих хороших благоприятных результатах при помощи использования вот этих агрогороскопов если это видео полезно для вас напишите в комментариях ставьте палец вверх а кто не подписался на наш канал подписывайтесь и делитесь этим видео с теми кому желаете добра и благополучия и просьба к вам большая напишите обязательно свое мнение по поводу формата подачи агрогороскопом возможно будут дополнения или просьбы подсказки мы все изучаем естественно стараемся максимально качественно подавать информацию для вас уважаемые наши подписчики а сегодняшнее видео на этом завершаем желаем вам крепкого здоровья удачных планов на 2022 год и добротного урожая на грядках и в саду и до новых встреч на нашем канале